Сегодня я хотел рассказать вам про виды деятельности, которые здесь можно вести. В принципе, про работу. Первое, что приходит сразу, это мувинг. Ну, естественно, многие идут на эту работу, так как нет документов. Кормить семьи не надо. Платят здесь наличкой, платят хорошо. Мы находимся сейчас на автомобильной стоянке. Это больше даже сторож, склады, где люди хранят свои автокемпинги. Здесь же мувинговые компании оставляют свои траки. Приезжаешь на машине, оставляешь свою машину, садишься в трак и едешь работать. Зарплаты здесь разные, в разных компаниях. В компании, в этой, например, здесь платят на старте 13 долларов. Есть компании, где платят на старте и 16, и 20 долларов, но у них не каждый день есть работа. Зарабатывать можно по-разному. И 100 долларов, и 150, и 200, и 300 можно за смену. Все зависит от количества часов и чаевых, которые вам дают обычно. Они составляют 50 долларов на человека, как практика. Показывает, не все платят эти деньги. Потому что, ну, в основном американцы. Персы, иранцы, индусы, китайцы, русские. Ну, я не встречал еще русских. Очень редко дают чаевые. Поэтому берите за любую работу, если у вас нет возможности официально где-то устраиваться, нет документов. Да, миграционные офицеры запрещают работать без документов. Но, когда вы въезжаете по политике в страну, то они на это закрывают глаза. Потому что понимают, что у вас семьи, вам нужно как-то жить, пособие вы получать не можете. И другое, конечно, отношение к тем, кто приезжает по туристической визе, подойдет на политику. На этом сегодня все. Всем пока.